доброе время суток продолжим наше повествование из лаборатории фанни машин school значит из новостей что у нас так сделаем обзорный такой вот видео я пришел с целью пересева шампиньона но сейчас я расскажу что и как с в общем шампиньоном значит новое то что у нас библиотеке появился новый новый штамм п-77 пока вот он только сейчас есть форме маточных мицелли здесь и то что новое появилось это у нас появился бельгийский штамм м-2181 вот это бельгиец предназначенный для выращивания при низких температурах то есть он себя прекрасно чувствует ли плюс 12 плюс 14 градусов значит грибов из него понятным образом мы еще не видели по активности на самих пробирках показывает просто колоссальная активность ну даже в сравнении вот параллельно мы делали 2181 и по 77 то по своей активности намного можно сказать так в полтора если не сказать там два раза 2181 активнее так активнее агрессивный такой рост громадными целей ну по 77 чуть с опозданием но его догнал наконец-то у меня появилось время заняться тем что у нас еринги уже появились но пока в виде только маточных мицеллиев то есть королевская вешенка ну и лимонная и само собой там немножко розовая обещал я многим что будут они еще в марте сейчас уже май ну просто так получилось если меня нет то работники делают то что умеют делать а что не умеют то они если даже и делают то все равно из этого мало что получается поэтому получилась такая задержка ввиду занятости вот а относительно шампиньонов я пришел сюда с четким намерением я говорил что нужно сделать пересев вот этих культур гигантского дикого шампиньона просто действительно он гигантский тут это связано с генетикой поэтому хотел делать пересев но но здесь такой вот момент значит в первом экземпляре видим очень такой вот обширный хороший рост просто клеточного мицелия вот из этой части ножки вот мицелия и здесь ну просто в наглую целую ногу я туда завалил вот что получилось естественно при таком громадном внесении но это удивительно что так мало инфекции но в общем и целом по всей поверхности агара пошел бактериоз вот это значит пошел вот здесь в этом месте это триходерма то есть здесь полный и целый букет всего чего только можно было подхватить при таком наглую я буду это был посев вообще такой в наглую просто открыл банку положил туда ногу да и все вот и там еще видим еще вот это вообще непонятно что это мы это не мицелия это инфекция какая-то попала но есть ну в общем такая но в любом случае если эту баночку вскрыть мы посмотрим значит триходерма почему-то дальше не пошла потому что с бактериозом она видать не получилось у нее воевать быстро съела питательные вещества и вот триходерма локализовалась в своем таком месте с той стороны на нее наступает таким вот уверенным шагом наступает мицелий шампиньона тем более вот скажу что это дикий штаб это не лабораторный то есть у него знакомство со внешней средой очень такое хорошее поэтому тут в неравном бою даже я не знаю кто тут победит но по ходу мне кажется что мицелий победит и в любом случае очень хорошо на самой ножке именно вот из почему-то из-под из-под почему-то вот этой юбочки хорошо пошел мицелий непосредственно самому самого шампиньона вот он здесь есть то есть никакой проблемы изъять там пару клеток от этого чтобы посеять уже на агар и вообще никакой проблемы не составляет здесь же немножко картина намного красивее здесь видим про просто можно сказать почти идеальный чистенький рост но чуть-чуть нам вот это все дело подпортила вот это зона вот это пошел бактериозик он он характеризуется вот таким мокрыми такими каплями обычно эти капли заканчивается тем что вот это буквально за пару часов она растекается по всей поверхности вот агаровой среды и этим и заканчивается все инфицированием бактериоза значит в дальнейшем если этот бактериоз будет появляться у нас на основу при повторных посевах например на пробирках и ну и так дальше то вот именно с ним бороться там не так-то сложно потому что применим хлорам финикол питательных средах и мы его из из этой культуры удастся нам его выбить но если в этом будет такая необходимость но скорее всего что при таком активном росте он его накроет да и на этом все закончится почему я сегодня я хотел уже вот приготовил даже вот спирт хотел сделать пересев но наверное что я этого делать не буду картина очень красивая очень хорошо он зарастает потому что вскрытие вот этой банки она можно сказать там условно стерильно внутри но вскрытие такой вот банки видите при такой вот поверхности она равнозначно уже потеря вот этой культуры то есть если мы уже отсюда клетки достанем то эту банку можно уже списать на отстой поэтому наверное что я подожду полной колонизации агаровой среды то же самое дождемся здесь в любом случае клетки у нас есть и сделаем этот пересев дня два за три чуть попозже тем более что у меня сейчас есть чем заниматься мне нужно закончить полки для мицелия который вот видите заканчивается место и нужно уже стеллажи закончить холодильник потому что ну просто реально там уже все не помещается и сейчас покажу что там происходит происходит вот следующая такая беда отсутствие здесь стеллажей приводит вот вот к тому что с мицелиям то все тут нормально вот можно наблюдать вот такие штуковины можно полюбоваться скорее всего если там разобраться это маточник да это маточники вот здесь лежат вот можно посмотреть какой объем вот этого на роста вот моя рука это как 2 до 2 ладони вот этот сросток вот такого вот размера здесь вот растают грибочки вот такая вот штуковина то есть это маточный это тоже да вот это зарона на фильтре это нулевая генерация то есть рвет просто пакеты везде вот активный но это м 5 это понятно все вот значит при нарушении правил хранения происходит вот такие моменты поэтому нужно срочно это все дело исправить и вот и сделай стеллажи поэтому шампиньон мы пока отложим сторону вот и не займемся стеллажированием вот этого всего что пока есть а все остальное мы будем ну пересевать в смысле будем немного позже сам шампиньон ввиду того что я объясню здесь красивая хорошая культура пусть она у нас зарастает когда все колонизирует уже не будет что инфицировать мы тогда и займем отсюда клеточки и скорее всего на память себе оставим вот эту баночку она будет очень долго хранится но и возможно отсюда рванем тоже отсюда какую-то часть ну то есть клетки гигантского шампиньона мы получим дальнейшем уже найдем способ как там с ним разобраться ну а здесь инокулированные вот это маточники вот эти пакеты с медалями которые вы видите вот мы их так называем медаль потому что это из банок сделаны это нулевая генерация вот те что из пол-литровых банок вообще очень положительно видите цели готовим комплексно то есть содержанием маленьких частичек то есть вот это рапс идет и значит доза инокулирования поражает вот этот сверху вот этот рапс который находится то есть видите как тут все структурно непросто вот и дальнейшем при перемешивании наблюдается очень активный рост и приблизительно дней за 7 мы уже получаем готовый пакет с мицеллием то есть вот эти все моменты первичного вот такого заращивания очень положительно влияют на дальнейшее зарастание вот такой у нас получился сегодня лабораторный обзор вот и желаем всем всего самого наилучшего до следующей встречи на канале фанима шумску